Всем привет! Почему насос ВП-44 часто выходит из строя и какая основная причина? Это лично мое мнение, обусловленное моим опытом ремонта этих насосов. В чем же здесь дело? Я считаю, что неисправность этого насоса связана с самой конструкцией этого насоса. Почему? Проблема какая? Вот у нас есть шиберный насос. То есть я его разобрал. Вот это вот задняя стенка шиберного насоса, средняя часть и наружное кольцо. И внутри стоят вот эти вот шиберки. Сами шиберы. Четыре штуки. Раз, два, три, четыре. Они стоят на пружинках. Вот пружинки. Суть в чем? Сам шиберный насос металлический. То есть вот эта вот часть металлическая, вот эта часть металлическая, вот эта часть металлическая. В принципе, с ними ничего не случается. Да, иногда бывает выработка, ну, не такая, чтобы очень сильная, но бывает. Вот здесь выработка. Бывает выработка на самом кольце шиберном, вот тут вот появляются раковины. Ну, на самом деле, это не столь страшно. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вот эта задняя стенка, это наружная стенка, а передняя стенка шиберного насоса, то есть, если вот мы его возьмем, то есть, вот он стоит вот здесь вот спереди. То есть, я вот туда вот могу его положить, и он стоит в самой передней части. То, что получается? Передняя стенка шиберного насоса является корпус. Корпус у нас дюралюминиевый. И вот если вот можно видеть, спереди на корпусе есть выработка. То есть реальная такая выработка. Почему? Потому что вот эти шиберы, они выгрызают дорожки именно на стенке корпуса. Почему так происходит? Ну, очень сложно оценивать. Но из опыта я могу сказать, что почему-то на насосах, у которых в баке стоит перекачка, то есть когда сам шиберный насос вытягивает топливо из бака, в себя засасывает, проблем вот с этим очень много. А вот у насосов с подкачкой, как правило, такого нет. Я считаю, что это обусловлено именно тем, что если стоит подкачка к ТНВД, то есть если топливо под излишним давлением подается к ТНВД, идет на подачу к ТНВД, то воздуха в топливе нет. Воздуха в топливе нет, топливо поступает у нас в насос без воздуха, и корпус при работе шиберного насоса не страдает. А воздух, который поступает у нас в топливо, при работе шиберного насоса является своего рода абразивом. Что получается? Стружка, которая у нас образуется при работе шиберного насоса, она поступает в весь насос. Более того, разработчики этого насоса, они предусмотрели фильтр. То есть я уже показывал при разборке насоса, вот тут вот стоит вот фильтр, он вот такой маленький, и вот в этом насосе фильтр наполовину забит стружкой. Фильтр очень тоненький. То есть разработчики понимали, что скорее всего стружка будет гнать в насос, поэтому нужно как-то обезопасить, поставили фильтр. Но даже через этот фильтр стружка поступает дальше в насос и забивает все каналы. Более того, эта стружка, самое проблемное место оказалось у нас где? Оказалось у нас в поршне опережения зажигания. Этот насос был с перекачкой, и что мы видим? В поршне опережения я его так и не достал. Он стоит вот там вот внутри, вот весь поцарапанный. Волновая шайба досталась. При извлечении волновой шайбы поршень повернулся по часовой стрелочке немножко, и все. И он там застрял, и ни вправо, ни лево больше не выходит. Вот. Достать его отсюда шансов очень-очень мало. Так вот, почему поршень не извлекается? Это стружка, которая образуется при трении шиберного насоса корпус. Она забивает все каналы, во-первых, в насосе. Она даже, даже поступая через фильтр, она проходит дальше. И самым больным местом у нас оказывается рабочая поверхность поршня опережения и гильзы, где поршень ходит. И данная стружка, она начинает откладываться и налипать на поверхность гильзы. Налипает буквально маленькие-маленькие кусочки, вообще маленькие кусочки, которые даже не видны на этой гильзе. Но поршень, здесь очень плотная посадка, и он начинает клинить. Сначала он не клинит, сначала данные наклепки просто себе вырабатывают дорожки. То есть, видно, вот одна дорожка, вторая, третья, четвертая. То есть, да, он пытается ходить, ходит, ходит до тех пор, пока он может. Но в конце концов он начинает клинить. Вот, а хуже всего, что потом, когда мы его начинаем извлекать, мы его проворачиваем, чтобы достать волновую шайбу. И вот эти вот наклепки, они уже переходят на другое место, и поршень там просто остается. Вот, к слову сказать, вот поршенек от насоса БДГ. В БДГ уже стоит подкачка в баке, и вот мы видим, что да, есть царапины, есть износ, как бы в стандартном понимании, в стандартных местах. Но нет вот этих вот наплывов, то есть поршень, он не клинит, поршень, он легко ходит. Нет таких вот глубоких царапин, которые возникают из-за того, что возникают вот эти вот наросты на гильзе, где ходит поршень, и потом он начинает клинить. Здесь стандартный, как бы, такой вот износ. Вот. Вот это вот, такой износ именно там, где стоит подкачка в баке. Затем эта же стружка у нас попадает и на фильтр клапана опережения. Вот, если мы посмотрим на клапане опережения, у нас есть такая вот тоненькая-тоненькая сеточка. Вот она. Вот эта вот сеточка. Она очень тончайшая. Но были случаи, когда вроде бы все работает. Поршень работает. Все хорошо работает, но машина не тянет. Вскрыл. Оказалось вот тут вот. А эта сеточка, она была полностью забита. И не хватало потока топлива для того, чтобы сдвигать на нужный градус поршня опережения. Более того, в самом распределителе, производитель также предусмотрел фильтр. Он, конечно, довольно грубый. Вот, где у нас поступает топливо. Три таких вот стоит вот фильтрика. Очень, конечно, грубые. Но, тем не менее, они должны тоже защищать уже в данном случае форсунки от грязи. Вот. Но результат какой? Результат такой, что если у нас идет стружка, стружка, а стружка идет, по моему мнению, из-за того, что воздух в топливе. А воздух в топливе из-за негерметичности системы. А избавиться от этого можно тем, что поставить насос подкачивающий. Вот, друзья. Ну, это лично мое мнение. Поэтому напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Может, на самом деле это не так. Ну, еще раз хочу сказать, то, что, с чем я сталкиваюсь. Именно из-за того, что воздух в топливе, все вот эти вот проблемы происходят. Да, конечно, тут, чтобы избавиться, очень сложно, опять же, все это дело сделать. Почему? Потому что на переднем приводе проблем, как бы, нет. Можно поставить, можно сделать насос на перекачку. На полном приводе немножко сложнее. Но, на самом деле, можно поставить колбы от B-серии. с перекачкой, и все будет работать. Вот, у меня еще есть пару мыслей, как еще раз сделать штатную систему, чтобы работала подкачка на квадровых автомобилях. Ну, это, я думаю, уже немножко попозже, когда будет такая возможность проэкспериментировать и провести опыты. Вот так, друзья. Поэтому напишите в свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. И кто как часто ремонтировал насосы, особенно, чтобы показали зависимость, у кого насос подкачивающий, у кого перекачивающий. Всем спасибо и удачи!